Куликов Анатолий Николаевич, задача обе ген-ширикова. Одна из задач в теории упробую устойчивость, это задачи, которые изучают колебания тел, потоки газа, жидкости, как дозу звукового, не знаю, сверхзвукового. Наиболее известная задача это оплаты, которые достаточно широко обсуждались в литературе, но есть и другая задача, и вот ее постановка, ну она может быть незаслуженно забыта, потому что может она проще, может быть сбоку эта задача, а колебания, вроде бы сначала, крыла в сверхзвуковом потоке газа, это содержится в монографии в болоте, неконсервативные задачи. Теорию упробую устойчивость, она расслабливается как модель, значит, вот это уравнение 1 на 1, как вы описываете, это крутильные колебания, здесь расслабливаются крыло, ну крыло, я думаю, все представляют, как это, но в сверхзвуковом потоке газа, не путать постановка задач, если в дозвуковом потоке газа немножко, она задача другая, это долго обсуждать. Вот это угол закручиваемый, ну естественно, крыло рассматривается как стержень однородный, понятно, что крыло реальное как-то по-другому выглядит, но вот такая постановка задача, и более заимствована из достаточно известной монографии. Ну вот тут все описаны, я не буду там повторять, и говорят, крыло это тонкая пластинка, тонкая пластинка и закручивается. Ну, можно дискутировать это потом, да. Дальше, пожалуйста. Ну, потом, дальше перенормировки, которые фактически в этой монографии есть, и задача сводится, с точки зрения математики, к исследованию вот уравнения 1-2. Ну, здесь А и Б, какие-то, Ж, это компенсат демпирования, которые приведенные там, А, величина пропорциональной скорости набегающих потока, или скорость перед постоянной махом, а маха это и есть, значит, фактическая скорость. Ну, и надо заметить, что надо рассматривать, я сейчас съел закон, это старые перемены или новые, с какими-то краевыми условиями. Ну, в новых переменах это условие считается при х равном пи, это заделан конец, а при х равном нуле наоборот. То есть, рассматривается задача 1-2, 1-4. И здесь рассматривается задача, ну, если угодно, о колебаниях или что будет. Вот здесь о дивергенции, какая потеря устойчивости, может быть, это у механиков больше принята такая технология, специалисту по нелинейным колебаниям. Если из левой полуплоскости для обыкновенного эффекциального уравнения переходит, собственно, изначально правую, они как могут переходить, простейшую, через ноль переходить или через нему ручь, парочист. Если пара чисто в нему сначала появляется, это колебательная, например, потеря устойчивость. А вот тут дивергенция нет, а дивергентная форма с легкой руки, как раз, ну, правда, эллера, это вот когда через ноль. Ну, и дальше изучается вопрос о бифуркациях. Есть нулевое состояние неравновесия, это очевидно проверяется, естественно. И изучается сначала вопрос, достаточно простой вопрос в данном случае, вопрос об устойчивости нулевого состояния равновесия, рассматривается линализованная задача, собственное значение выписывается, и находится то критическое значение А, при котором происходит потеря устойчивости. При этом появляется одно нулевое собственное значение. При увеличении А, это, собственно, значение, естественно, переходит в паровую полуплоскость, если А поменьше А критического, то асимпатически устойчивого состояния равновесия. Дальше, пожалуйста. Ну, да, семейство этих функций образует полноэртогональную систему, причем замечено. Только тогда справедливо принцип линализации. Ну, это не все, но принцип линализации для уравнения частных производителей не всегда. А, в первом случае, так сказать. Значит, рассматривается дефекционная задача, и доказана теорема, что в данном случае, при малых отклонениях А критического, а критическое А равняется отдачей мёртой, тут считается, если добавить Эпсилу А, по Эпсилу положительный параметр, а вот Альфа знак регулирует, либо плюс, либо минус зависимость. Оказывается, что существует такое Эпсилу ноль больше нуля, что при всякой Апсилу, принадлежащей этому интервала, имеют нулевое неустойчивое состояние равновесия. То есть, здесь имеются в виду докоптические мифрукации. Состояние равновесия неустойчиво. То есть, еще само нулевое состояние равновесия устойчиво, а в окреслоне него существует неустойчивое состояние равновесия. То есть, опасная граница для устойчивости. То есть, по электронной технологии опасная граница для параметров устойчивости. Следующий. Ну, доказательства я не буду долго. Это, так сказать, сводится к нормальной форме. Для, значит, вот нормальная форма ДВ-1. И здесь для этого дефлюкация будет, как это называется, дефлюкация типа вилки. И, значит, да, все доводится для рисования. Как сводится к этой задаче? Этот метод нормальный форм для уравнений с частными производными. Ну, ищите в виде ряда. Ряд вот здесь представлен. В-ряд. И подставляем краевую задачу. Ну, там, при некоторой регламентации на В-1, В-2, В-3. Получаем последовательность неоднородных, начиная со второго шага, неоднородных уравнений. И с условий их разрешимости находим вот те уравнения ДВ-1. Дальше. Ну, если в данной задаче все вычисляется в явном виде, даже в курсе В-3, обычно нет в этом ранней необходимости. Находится в состоянии ронейсии. Еще раз, здесь за критические дефлюкации. Это будет дебютическая дефлюкация типа минимума. Дальше. АВН в состоянии равновесия. Ну, будем считать, что здесь В больше нуля. При реальных параметрах механических задач всегда так. Я вот даже не мог придумать, когда бывает иначе. Там, значит, там, когда вот теперь есть форму и постановку задачу взять, там, показатель политропа, там, в частности, то как не разлагаем. Ну, а вот, показатель политропа равен 1,4, значит, там, то есть, там, то есть, тем более. Поэтому, это предположение с точки зрения математики, ну, реальная задача, что да. Можно искать состояние равновесия уже не локальными методами, а другие состояния равновесия. Они были найдены. То есть, там, локальная задача, в окрестностях из нулевого состояния равновесия декоруцируют пространственное и однородное решение. Для него была указана асимптоматическая форма. Здесь существует, оказывается, в этой задачи можно найти и точное решение для данной, какой задач видят. Вот А на косинус, электрический косинус. Эти решения, значит, вот это справочный, так сказать, материал, чтобы все излучить. Я думаю, более-менее знакомый, обычно, правда, любят синусы, значит, тут косинус подошел. В чем проблема состоит? Это уравнение, если для состояния равновесия, то есть, где производят, это уравнение Дюффинга. И там уравнение Дюффинга, конечно, есть эллиптические решения, либо синусом, либо с косинусом. Но здесь другая, здесь краевая задача. Из-за этого, что это краевая задача, пришлось дальше немножко поработать и доказать теорему о том, что можно выбрать С, и, соответственно, амплитубу, и, соответственно, К, который называется модноэлектрической функцией, чтобы были выполнены и краевые условия. Дальше, пожалуйста. Вот его указано, значит, при каком. Значит, надо заметить, что оказалось, что при всех А больше нуля, А считаем, конечно, тоже больше нуля, потому что по физическому списку такая задача бессмысленная. В смысле? Скорость. В одной скорую часть, значит. Оказано, существует счетный набор состояний равновесия в виде олимптических функций. Значит, вот А определяется, то есть определяется соответствующее значение А модуля олимптических функций из уравнения БиАвов, выписанных после 3-2, ну а А через это вычисляемся. То есть счетный набор при всех А больше нуля. Это еще, так сказать, полбеды. И теорема, главное здесь, при А больше нуля, краевая задача 1-2, 1-2, 1-4, но А будет возвратиться, там очень непонятно состояние равновесия, то есть что такое состояние равновесия, понятно решение за единственное вещие. При любом А имеет счетное число неустойчивых состояния равновесия. Важен не только вопрос о том, существуют ли такие состояния равновесия, важен вопрос, а устойчивы они или нет. Устойчивы в смысле липуновы. По определению липуновы в норме фазового пространства решения. Ну, в норме пространства начальных условий данных краевых задач. Здесь я не написал, не прикрою, это все некие соборские пространства, там W2-2. Это для самой функции, для производной два начальных условия W2-1. Самое, так сказать, главное в этой теореме, наверное, это вторая часть, это исследование устойчивости. Дальше, пожалуйста. Тут, в принципе, задача была, первый шаг стандарта, добавляем W, представляем WM, это вот найденное состояние равновесия, плюс добавка. Для него выписываем соответствующую краевую задачу и реализуем, а дальше определяем спектр дефиренциального оператора. Ну, доказывается, что всегда одно собственное значение есть паровая полная грузкость, если кратко. Доказывается косвенно, обыгрывается, что данный оператор в силу краевых условий он будет симметричный и полуограничный снизу. Ну, и из известных теорем, там, получается, что одно собственное значение угадывается, оно больше нуля. Значит, неустойчиво. Дальше, пожалуйста. Вот, это фактически фрагментарно некоторые доказательства. Значит, итак, краевая, было пока, что данная модельная краевая знача, которая была представлена вонографии Болотина, имеет только неустойчивость, если проговорить про ненулевое состояние равновесия, они практически всегда неустойчивы. Что это для колебаний говорит? Ну, действительно, тогда колебания есть, только они не периодически, там, непонятно, как это колебание происходит немножко, но счетный набор состояния равновесия дает некоторую картину, похожую на какую-то хаотичность движения. То есть, границы устойчивости опасны, еще раз, и что я подчеркиваю? Дальше. Ну, задачу можно рассмотреть, это немножко продолжение по сравнению с моноградкой Болотина, можно рассмотреть, когда обтекание с разными скоростями. До этого была задача рассмотрена, когда обтекание этого крыла идет с одинаковой скоростями. Что, естественно, не всегда так. Бывает обтекание, но более того, чтобы подъемная сила была, они, значит, должны быть с разными скоростями. Поэтому вторая задача была, которая рассмотрена, тогда с разными скоростями, с разными махами. Там М1, М2 сбилось тут. М1 – это одно число маха, М2 – другое число маха. Но после перенормировок сводится задача 5-2-5. Здесь только рассматривалась локальная задача бифрукации. Оказалось, что в следующей ситуации картина резко поменялась в некотором смысле. Следующий слайд. Сводится к нормальной форме тем же методом, но он даже проще где-то получается, потому что кандартичные неременности сыграли свою роль. Получается нормальная форма 5-4. И здесь всегда имеется состояние равновесия 0, у нормальной формы, которая порождает вот это 5-6, ненулевое состояние равновесия у исходной краевой задачи. Это асинтетическая форма, но малая, опять же, она может продолжить. Это выписано в первое слагаемое, естественно. Оно устойчиво, если альфа больше 0. И неустойчиво, если альфа меньше 0. Напоминаю, что если альфа больше 0, значит, противное нулевое состояние равновесия уже потерялось. Если альфа меньше 0, оно устойчиво. То есть, до критической эпифрукации, там, естественно, рождается неустойчивое состояние равновесия. После критической нормальной ситуации, привычная, скорее, для механики теории Калибори, получается, рождается неустойчивое состояние равновесия. И, наконец, следующий вопрос. Будем считать, что В2, а В2 это коэффициент при квадратичной линейности, который зависит от разности скорости, скорости близки, и он очень мал. Это тоже достаточно разумное предположение, что скорости, ну, в некотором смысле, много. И тогда, повторяя примерно те же построения, которые были в самой первой части, то есть, в состояниях нормальной формы, получаем уже, в данном случае, нормальную форму 5-7 методов. Я здесь уже не упоминаю, как получается, частично было. Есть состояние равновесия. То есть, каждое состояние равновесия нормальной формы порождается, а соответствующее состояние равновесия исходник РВС. Дальше, конечно, это надо доказывать, и тут, конечно, доказательства отсутствуют. Достаточно доказательств не самые, так сказать, сложные, но требующие некоторых построений. В данном случае, кроме нулевого состояния равновесия, бывают разные ситуации. Если α меньше нуля, то есть, до критической скорости еще не достигла критической величины, могут быть два ненулевых корня, пусть у соответствующего уравнения, можно назвать уравнение разветвления, или там два неустойчивых. Эти корни порождают для нормальной корни два неустойчивых состояния равновесия. То есть, здесь в каком-то смысле картина повторяется, когда просто полностью отсутствовало квадратические слагаемые, то есть, обтекание было одинаковое с обоих сторон. Если α больше нуля, то существует два ненулевых состояния равновесия. Одно устойчивое, другое неустойчивое. Или его состояние равновесия отсутствует. Вот это последний, так сказать, фрагмент этой задачи. Надо заметить, что здесь есть еще о чем есть поговорить. Это пока расхватывается случай, когда коэффициент дефиром не же величина порядка единицы. Если коэффициент порядка сам подключен, коэффициент дефиром, после перенавровок, конечно, достаточно малая величина, то, конечно, задача еще раз усложняется. И картина, конечно, будет богаче, но это вряд ли будет. Пока что следует обсуждать. Здесь представлено, что результаты, которые этот суть заведомо получили. Дальше. Ну, это вот некоторые ссылки. Ну, обычно про задачу профлатера связываются надо с трудами Килдыша, ну, и его соавтора, это, естественно. Ну, там рассматривается, надо заметить во второй том у него есть избранных трудов. На него ссылка. Там очень много работ, в том числе работа колебания крыла. Во-первых, там рассматривается, хочу отметить, дозвуковое обтекание. Задачи проводятся некоторые и другие. И рассматриваются иногда как-то изгибные колебания, крутильные колебания или совместные. Здесь вот показано в этой работе, смыкаясь с работой Килдыша, в том смысле, что если рассматривать только крутильные колебания, а изгибные и пренебрежь, то будет дивергенция, вовсе не флатера. То есть флатера когда образуется? Когда потеря устойчивости, или ботинговый образ. То есть, будет ли более медной службы. Ну, значит, то есть, три пропущенные некоторые цифры, значит, это болоте, откуда задача заимствована, откуда содержится постановка этой задачи. Отчасти вот есть работа Фонуса и Маздена, в которой обсуждается о переходе, о бифуркации, о переходе, там, дивергенции и флатера. Надо заметить, что там немножко есть неточности. Если рассматривать задачи, которые они рассматривают, это не изгибные колебания, а продольные колебания пластинки, там, как известно, в общем, в нормальной постановке дивергенции не бывает, только флаты. А вот дивергенция разная для крутильных колебаний. Ну, дальше, пожалуйста. Ну, а это там, где уже было это опубликовано когда-то, то есть, надо заметить, что более интересные, сейчас повторяю, задачи, конечно, связанные с флатером. Ну, вот здесь, еще раз упрощаю внимание, забавная задача получается тем, что существует счетный набор неустойчивых состояния рудоинзии. Например. Так, вот у меня все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!